я сняла свои отшитые работы чтобы постирать и заодно решила показать вам какие у меня готовые работы есть наличие наличие звучит смешно как-то другого слова не подобралось вот это работа от риолис была моей самой первой с чего и началось мое увлечение вышивкой мне этот набор подарила коллега подруга не знаю уж как она догадалась что мне нравится всяческих and made хотя наверно по мне это было видно и вот я отшивала эту работу шерстью работа красивая мне нравится но честно говоря шла она сложно потому что никаких особых правил вышивания и не знала если посмотреть на ее изнанку то тут просто кошмар одни протяжки невероятные то есть элементарного понятия о том как нужно вышивать у меня еще совершенно не было работа выполненной на конве гамма конечно она очень рыхлая совершенно не держит форму и работы ранее я даже не думал о том чтобы выполнять багетной мастерской тогда времена были такие что и вышивок то особо не было хотя вот с этого момента стали вышивки появляться в продаже вот фирма реолис рта и меня затянуло следующую работу которую покажу это вот такая вот лента тоже фирма реолис но здесь вышита мулине и после этой работы мне захотелось вышить целую группу чайничков на кухню здесь вот она поглажена отстирана очень симпатично мне нравится очень яркие цвета я покажу готовую уже на фотографии следующей работой была работа фирмы rto насколько я помню она вышивалась в одну нитку вот такая ваза с цветами достаточно крупная то есть для меня этого достижением вышивать эту работу но к сожалению канва здесь канва кстати здесь мелкая тоже достаточно рыхлая и у меня здесь со временем уж не знаю почему во первых здесь канва уже практически не отстирывается вот я вижу пятно на камере она еще лучше видно чем живую и вот сбоку канва вся заляпанная потому что у меня работы стояли оформленные в рамках для фотографий и вот здесь у меня получился разрыв канвы даже уже не знаю почему честно говоря не знаю что с этим делать так жалко сама работа красивая мне кажется в каком-то таком японском стиле но вот как вывести эти пятна и что делать с вот этим разрывом канвы я честно говоря до сих пор сейчас фокусируется возможно будет видно не знаю вот он убрать под раму или под паспарту мне кажется сложно будет потому что этот разрыв он вот как раз идет с вышивкой если совершенно впритык печаль к так далее вот такая работа мне кажется это было золотое руно и мне понравилось во первых то что канва уже было не белое ты для меня было что-то новенькое и вот эти тропические яркие цвета фантастическая черепаха она у меня тоже была оформлена в рамку из-под фотографий на сейчас я все сняла чтобы погладить может быть я как-то еще по-другому придумаю ее оформить оформление буду показывать тоже работа от ртон опять же фирмы ртон я покупала наборы вышивала выполнялась на конве кремового цвета будут к сожалению камера съела этот кремовый оттенок тоже очень-очень такая позитивная яркая все это вышивалась в одну ниточку вы не поверите работа сама по себе не очень большая может быть где-то 20 на 15-13 но вышивалась не то 40 43 цвета мулине то 47 боюсь соврать но остановимся на 43 представляете 43 цвета мулине и все это в одну ниточку но она настолько позитивная настолько красивая вот она тоже меня висела в кухне в рамочке вот это первая работа которую я сделала по схеме из интернета почему-то мне захотелось попробовать цветы вдруг потянула на вот такую розу достаточно симпатичному есть уже задумки как это оформить я вам обязательно покажу когда закончу на тоже не достаточно небольшая вот видно да по руке что это достаточно небольшая работа и далее пошли цветы конечно такой мини наборчик был маленький цветочек лилия мне кажется вот здесь вот не хватает меня вообще тянет на сиреневые оттенки поэтому такие вот нежные цветы мне тоже очень нравится и мне кажется что здесь вот не хватает по центру вот здесь вот где-нибудь до французских узелков кажется смотрелось бы более выпукло было бы интереснее всяком случае мне это кажется у меня тоже есть задумки как это работу оформить и я вам покажу далее две сумасшедшие работы мне они очень нравятся вот я собираюсь отнести в агентное все-таки мастерскую и оформить как полагается это вот на конве такого цвета на рустик я бы сказала тюльпан надо сказать что тюльпаны мои любимые самые любимые цветы и в пару к тюльпану вот такой анимон я только сейчас гладила видать не высохла вот видно прям мокрые пятна даю подсохнуть окончательно я хочу такой диптих из цветов мне кажется будет очень даже неплохо смотреться должно неплохо следующий цветок был от ланарты тоже на темной но уже не не это канва уже равномерного переплетения мне казалось что вот я этот лучший цветок я оформлю и его как карман какой-нибудь сумки летний но пока вот лежит я надеюсь что все-таки дойдут руки и я оформлю и последняя работа которая сегодня постирала сейчас я вам покажу честно говоря не знаю как показать чтобы не затемняло потому что сегодня такой пасмурный день света вообще никакого но эта работа от dms от фирмы dms называется как же она называется по моему фиолетовый мак она достаточно крупная и мне она очень нравится опять же мои любимые цвета вот я очень люблю фиолетовые оттенки их сочетания большая работа и вот я ее использую я таким образом загнула вот здесь вниз вот как ты так приметала и загнула низ и то же самое сделала сверху вот таким образом я продеваю вот сюда держатель и и это вышивка мне служит такой дверцей для аптечки поскольку у меня аптечка самодельная она без двери без двер без двери все у мамы пол цирка застрял без дверцы и вот я ее сняла постирать потому что она уже было конечно не подобающего вида повешу покажу